Добрый день, друзья! Скажите, пожалуйста, ваши дети любят кататься с горки зимой? Сейчас я покажу вам МРТ ребенка, который катался на горке, и это привело его к нам в МРТ-центр, а до этого он провел несколько дней в травматологическом отделении. Итак, ребенок, 12 лет, катался на горке, и что случилось? Он не помнит, потому что у него ретроградная амнезия, но он потерял сознание. Пришел в себя самостоятельно, сколько времени провел без сознания, неизвестно. Он встал, пошел домой, рассказал об этом маме. Мама привезла его в больницу в приемный покой. Он осмотрен травматологом, выполнен на рентгенографии черепа без патологии, и так как у ребенка нет никакой неврологической симптоматики, то ему стоит диагноз закрытая черепно-мозговая травма и госпитализирует в травматологическое отделение. Ребенок чувствует себя неплохо, получил курс лечения, выписан, и травматолог рекомендует после выписки МРТ головного мозга в главном порядке. И когда мы делаем МРТ, что мы видим? Смотрите, мы видим вот такие гиперинтенсивные очаги в белом веществе, которые поражают у волокна. У волокна – это волокна, непосредственно прилежащая к серому веществу. Дальше мы смотрим семиовальные центры, здесь белое вещество имеет нормальный сигнал, мозолистое тело не повреждено, подкорковые структуры также без патологии и ствол мозга без патологии. Наша самая главная задача сейчас решить, что же это за гиперинтенсивные очаги. Мы видим на флайер поражено только белое вещество, серое вещество в порядке. В субкортикальных промежутках вот такие гиперинтенсивные очаги. Субарахноидальное пространство не изменено, это сосуд. Крови в субарахноидальном пространстве нет. Субдуральных гематом и патуральных гематомы у ребенка нет. Давайте мы посмотрим на программе, которая выявляет кровоизлияние вещество головного мозга. Это программа SWI. На ней микрокровоизлияние, макрокровоизлияние и продукты распада крови имеют а-интенсивный сигнал, то есть черный цвет. И здесь мы не видим вкраплений а-интенсивного сигнала в участках, соответствующих поражению. То есть здесь геморрагического пропитывания нет. Давайте посмотрим и оценим остроту процесса на программе диффузионно-взвешенных изображений, программе DVI и индекс коэффициента диффузии, на которых острые катастрофические поражения, цитотоксический отек проявляется, ярким сигналом на диффузионно-взвешенных изображениях и понижением сигнал на ADC-карте. Здесь как раз наоборот очаги повышения сигнала на DVI соответствуют небольшому повышению сигнала на ADC-карте. Это значит, что здесь вазогенный отек, либо это уже переход в глиоз. Сейчас наша самая главная задача определить, что же это за очаги. И здесь мы должны вспомнить о классификации черепно-мозговой травмы. И здесь мы вспоминаем, что закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга мы можем диагностировать в том случае, когда нет никаких морфологических изменений в головном мозге. И здесь мы понимаем, что это однозначно не сотрясение головного мозга. Также здесь нет никаких внутричерепных кровоизлияний. Это мы исключаем. Что же за изменения в головном мозге? При черепно-мозговой травме, при средней и тяжелой, повреждения вещества головного мозга протекают по двум механизмам. Либо это ушиб мозга, либо диффузное акциональное повреждение. При ушибе головного мозга происходит размножение вещества мозга в очаге удара, в месте удара и противоудара. И сейчас на схеме я продемонстрирую вам, как это выглядит. Вот смотрите, это ушиб головного мозга. Здесь действительно произошел удар в затылочной области. Здесь проблем нет. А вот в лобной доле, то есть в зоне противоудара, как раз очаги размножения вещества мозга, так как головной мозг ударился с высокой скоростью, ударился о черепную коробку и, соответственно, есть повреждения. И мы здесь видим, что при ушибе головного мозга повреждается и корковое вещество, то есть кора мозга серого вещества, и белое вещество. Вот такой контузионный очаг, пропитанный геморрагическим содержимым. Но при легкой степени ушиба может не быть геморрагического кровоизлияния. Однако для ушиба характерны локальные повреждения и характерны повреждения серого и белого вещества. А у нашего пациента, если мы помним, повреждено только белое вещество. Следующее тяжелое повреждение головного мозга – диффузное акциональное повреждение. И вот существует классификация диффузного акционального повреждения при легкой степени. Поражение распространяется на парасе гетальный отдел лобных долей, как раз как у нашего пациента. То есть здесь поражение субкартикального белого вещества. При средней степени тяжести поражается мозолистое тело, уже более глубокие структуры, и при тяжелой степени диффузного акционального повреждения повреждаются стволовые структуры. Как происходит механизм диффузного акционального повреждения? Смотрите, давайте на примере МРТ нашего пациента я сейчас объясню механизм данного повреждения. Вот смотрите, диффузное акциональное повреждение происходит при смещении волокон белого вещества при ротационной травме. То есть когда головной мозг получает какое-то ускорение и начинают волокна вещества смещаться друг относительно друга, повреждаются при этом, и именно в белом веществе происходит повреждение. Здесь развивается отек и нарушается функция белого вещества. Функция белого вещества – это проведение нервного импульса. Здесь серое вещество, так как оно не содержит волокон, состоит из тел нейронов и синапсов, то оно не повреждается. А вот именно волокнистая структура белого вещества, скручивание происходит волокон друг относительно друга и их повреждением. И то есть в данном случае мы как раз-таки наблюдаем вот эту самую легкую степень. Смотрите, у нас, когда происходит ротация, то есть ротация головы, вращение головы, самые глубокие структуры ствола мозга остаются неподвижными, а вращаются в первую очередь более подвижные части головного мозга, более удаленные от ствола, и сначала начинают повреждаться как раз-таки у волокна, то есть волокна, повторяющие хото-зилен, именно как у нашего пациента произошло. Дальше, если скручивание более интенсивно, то здесь начинают вовлекаться более глубокие структуры, и уже при самом тяжелом скручивании головному мозгу происходит повреждение ствола. И наш пациент получил вот эту легкую, легкое диффузное акциональное повреждение. Но в данном случае, в случае с нашим пациентом, у нас получается несоответствие классификации. Вообще диффузное акциональное повреждение относится к тяжелой черепно-мозговой травме, и его обнаруживают, изначально его обнаруживали у пациента в тяжелом состоянии, в коме. Наш пациент никогда не был в коме, он потерял сознание небольшое время. И дальше его состояние было удовлетворительным, он был в сознании, и не было никакого нарушения сознания и ориентации в пространстве. То есть клинические состояния пациента удовлетворительны, а морфологически на рентгене, на МРТ мы видим тяжелое повреждение головного мозга. Вот такая произошла ситуация с нашим пациентом. Дальше я разговаривала с мамой. Конечно, у мамы ребенка очень много вопросов к неврологу и к рентгенологу, что дальше делать, как быть. И мне нужно было объяснить, я объяснила маме ребенку, что действительно это повреждение головного мозга, оно не может пройти бесследно. Так как у ребенка не повреждены какие-то неврологические центры, которые могут вызвать очагово-неврологическую симптоматику, то как таково неврологической явной симптоматики очаговой у него нет. У него нет асимметрии лица, нет порезов, нет параличей. Но при этом поражение лобных долей, оно может проявляться нарушением обучаемости, нарушением поведения, нарушением социальной адаптации. Может быть, ребенок немножко заторможенный, сонливан, может плохо учиться. И восстановление этих изменений займет, к сожалению, большое время. И все это время ребенок должен получать нейропротекцию, то есть препараты, которые улучшают метаболизм нервной ткани, восстанавливают ее. И я настроила маму ребенка на то, что восстановление будет длительным. Дальше мы посмотрим МРТ в динамике. Как минимум через полгода. И сравним первое исследование с последующими исследованиями. И, скорее всего, мы увидим, что эти очаги диффузные, этого диффузного повреждения уменьшились. И будем смотреть, к чему мы придем в итоге. Какие последствия останутся у ребенка. Я желаю вам беречь свое здоровье, беречь своих детей. И спасибо вам за ваше внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.